Приветствую вас, уважаемые подписчики, зрители и просто гости моего канала! Я думаю, у многих из вас растет это удивительное растение в садах, на дачах, в огородах или просто возле дома. Растение называется топинамбур или земляная груша. Растение умеет выводить радиацию из организма. В народной медицине используются все части растения – корни, листья, цветы. Цветки у топинамбура желтого цвета, а отвары из лепестков помогают при высоком давлении, головных болях, при пищевых отравлениях, очищают кровь, избавляют от изжоги. Листья и цветы топинамбура действенны от боли и спазмов в желудочно-кишечном тракте и при различных воспалениях. Листья топинамбура не имеют противопоказаний, зато полезных свойств огромное количество. Помогают бороться с атеросклерозом, остеохондрозом, артритом, снижают артериальное давление, имеют способность омолаживать кожу, ускорять регенерацию клеток. Благотворно влияют на иммунную систему и суставы. Листья топинамбура – это хорошее средство от радикулита. Отвар и чай эффективно борются с лишним весом, жировыми отложениями, ожирением. Топинамбур – это действенное средство от метеоризма в кишечнике и запоров, хорошо выводит все лишнее из организма. Еще одним достоинством этого растения является способность снижать уровень сахара в крови и предотвращать образование плохого холестерина. Благодаря этому топинамбур помогает при сахарном диабете. Собирать листья нужно до появления цветков. Делать это можно без использования ножниц или секатора. После сбора листьев происходит их сушка на печке или специальной сушилке для овощей или просто на открытом воздухе. Противопоказания отсутствуют, топинамбур не опасен даже для аллергиков. Но в любом случае перед применением листьев и цветков земляной груши желательно проконсультироваться со специалистом. Предлагаю один из вариантов приготовления чая из топинамбура. Для этого вам понадобится 1 столовая ложка высушенных листьев топинамбура. Заливаю стаканом горячей воды, даю настояться 10 минут. Чай готов, можно пить. Список заслуг этого растения можно продолжать бесконечно. Это безопасный, эффективный метод ухода за кожей и укрепления здоровья, избавления от многих болезней. Более того, этот овощ недорогой и непривередливый к выращиванию. Растение неприхотливое, не боится заморозков и летней жары. Весной порадует вас сочными корнеплодами, а летом цветами и листьями. Это одно из самых высокоурожайных и экономически выгодных кормовых, технических, пищевых и лекарственных растений. Какие еще бывают названия у топинамбура? Земляная груша, подсолнечник, клубненосный, валашская репа. Это близкий родственник подсолнечника, клубни, сладкий картофель, вершки, зеленая масса до 4 метров в высоту, богатая белками и каротином. Растение легко переносит засуху, чрезмерную влажность и даже при полярный холод. Поднявшись до 4 метров в высоту, топинамбур легко подавляет сорняки и потому не нуждается в химических обработках. Клубни зимуют в открытом грунте, они прекрасно переносят зимовку и к весне аккумулируют полезные свойства еще больше. Одним словом, культура для ленивого земледельца. Клубни топинамбура менее крахмалисты, чем обычный картофель, вкусные в сыром виде, вареном, в печеном. Основным углеводом в клубнях топинамбура является не крахмал, а инулин, растворимый в воде полисахарид и благодаря этой способности в клубнях высокая концентрация клеточного сока, который защищая клубни от вымерзания, помогает им выдерживать довольно сильные морозы. Оставленные в земле клубни могут восстанавливать растения на протяжении более 40 лет на одном месте.